привет с вами назарий автор самых разнообразных видео по блендеру на ю тубе и до сегодня мы возьмем займемся тем что разберемся с тем как сделать 3d логотип это видео будет скорее больше для новичков которые не хотят брать и полностью как-то погружаться вот вот в это ваше собственно все 3d а у которых есть какая-то своя работа возможно логотип возможно что-то похожее на логотип и они хотят взять сделать это чуть более модным накинуть этому объем и просто сделать свою работу лучше вот поэтому давайте собственно начинать возьмем как универсальный логотип возьмем логотип apple не будем брать что-то типа как логотип microsoft который там состоит из четырех квадратиков и все в принципе с этим будет все понятно но и при этом мы не будем брать какие-то такие логотипы которые нарисованы там я не знаю как что-то такое олдовое что-то с огромным количеством деталей потому что это уже даже ближе к иллюстрациям возьмем средний пример тот который имеет как какие-то простые детали так какие-то тонкие моменты такие в целом какие-то изгибы которые ну нельзя просто геометрически вот так вот сходу сделать и возьмем как я уже сказал логотип apple для этого нам нужно импортировать свг файл то есть изначально нам нужен свг файл для логотипа у нас здесь в импорте есть свг как грис пенсел и скейл и был вектор графикс нам нужен именно вот этот вариант будьте с этим аккуратны потому что другой вариант нам не подойдет импортируем его вот теперь у нас появился такой вот свг файл тут сейчас он импортирован в один файл то есть в один объект бывает такое что в два то есть по сути что вам нужно будет сделать это просто все что мы сейчас будем делать для каждого элемента из и для каждой части что ли вашего логотипа если это у вас разделено на несколько там объектов но так как у нас один это объект мы будем работать с ним вот для начала его просто увеличу немножко буквально потому что изначально свг сам по себе достаточно мелкий вот хорошо у нас есть вот такой вот свг логотип в принципе у которого есть настройки самая основная на самом деле которая бы здесь могла нам пригодиться это резолюшен потому что таким образом мы можем уменьшить количество точек чтобы потом в 3d точнее когда мы уже сделаем из вместо вектора а вместо вектора мы сделаем объект вот именно 3d-шный да то там будет меньше точек что нам позволит удобнее там работать с самой сеткой вот на данном случае мы оставим то что у нас есть то есть возможно если у вас чуть более детализированный логотип вам стоит этот резолюшен изменить потому что работа с сеткой она крайне важно в самом логотипе чтобы не возникало никаких лишних артефактов вот хорошо теперь нам нужно перейти в модификаторы добавить модификатор дэси мэйд и давайте я продублирую просто логотип сейчас пойму сейчас покажу сейчас покажу что мы будем делать вот здесь я уберу этот модификатор дэси мэйд а здесь возьму добавлю дэси мэйд и выберу режим планар больше ничего менять не буду и теперь мы нажимаем правую кнопку мыши convert to mesh и здесь тоже самое convert to mesh и теперь если мы нажмем давайте выделим два объекта нажмем tab и мы видим какая у них сетка то есть тут полностью все заполнено а нам это не нужно потому что это очень сильно портит нам работу поэтому чтобы быстренько от этого избавиться мы просто добавляем до 7 это в режиме планар и продолжаем работать с объектом как мы уже сделали мы конвертировали это все в мэш давайте возьмем и разместим что ли сам объект плюс-минус по центру что нам нужно этого сделать правая кнопка мыши set origin to geometry затем shift s selection to cursor но как видите она все еще не по центру есть вариант с тем чтобы сделать origin to center of mass иногда это срабатывает иногда нет то есть она более что ли правильно размещает относительно всей геометрии именно сам origin в данном случае это не сработало к сожалению вот и что мы можем сделать чтобы взять и плюс-минус по центру разместить именно сам origin давайте перейдем вид сверху нажмем shift правая кнопка мыши примерно в то место где мы предполагаем что может быть наш центр но где-то вот здесь вот теперь вы выделяем собственно наш логотип правая кнопка мыши origin to 3d курсор затем shift с курсор to world origin это для того чтобы вернуть 3d курсор в его изначальное место и теперь мы видим то что origin у нас плюс-минус в правильном положении и мы можем сделать shift с selection to курсор и все у нас плюс-минус все разместилось по центру далее что мы делаем дальше мы разворачиваем наш логотип потому что мы хотим чтобы он смотрел прямо на нас нам не надо чтобы он просто лежал скажем так на спинке что мы делаем дальше давайте добавим ему solidify чтобы сделать его потолще где-то вот так вот правая кнопка мыши шейд авто смуз так и у нас тут появились определенные проблемы с которыми нам надо справиться для начала нам нужно взять вот эту поверхность сделать ее однотонной то есть не однотонной но не знаю одним большим таким полигоном потому что здесь у нас есть разрезы что мы можем сделать мы можем взять вот эти вот выделить собственно вот эти вот вещи x затем он ли faces так и у нас появилась вот такая вот история давайте выключу модификатор вот теперь у нас остались только вот эти вот грани можем только вот еще вот это удалить edges и вот еще раз edges вот теперь shift alt клацаем по вот этому пути f чтобы все залить и теперь q не q потому что q это у меня ход кей у вас это будет находиться вот вот здесь вот в этой вкладочке так face orientation и мы видим то что одна грань смотрит ее внутренняя часть на нас на нас а вторая ее внешне мы нажимаем tab а чтобы выделить все alt n и затем рекалкулает outside давайте еще раз вот так его здесь alt n вот все мы развернули это все в одну сторону чтобы это смотрела собственно ну правильно чтобы у нас просто эти части не выдавливались в разные стороны давайте выключим face orientation включаем наш слева и теперь он нормально отрабатывает правая кнопка мыши шейд авто смуз и теперь в целом мы можем продолжить с тем чтобы добавлять нормальные грани для нашего логотипа потому что сейчас они острые в принципе с этим работать тоже можно это ничего плохого в этом нет но я бы хотел их но немножко преобразить что можем сделать мы можем добавить бэвл и как вы видите в целом бэвл добавился он нормально отработал но не всегда это работает правильно потому что у вас может быть не знают что-то вот вот такое или вообще там ну не знаю такое там может вообще был не появится почему так происходит потому что некоторые точки находятся слишком близко чтобы позволить бэвл нормально отработать то есть если я возьму вот эти две точки к примеру дважды g нажму чтобы пускать их по своему пути и как вы видите чем ближе я делаю их к вот этой точке тем хуже отрабатывает бэвл поэтому нам нужно в обратную сторону дважды g и они по своему пути немножечко отдаляются от вот этой точки и как вы видите бэвлу дают больше пространства для работы вот давайте чуть-чуть буквально хотя в принципе и так нормально все будем работать с этим да вот мы добавили как бы наши фаски я хочу в этот раз добавить их именно такие рублеными такими рублеными потому что тут будет еще один момент который можно в целом разобрать давайте добавим еще один бэвл чтобы взять даже вот эти острые такие углы чтобы их тоже сгладить давайте еще один бэвл и в целом как видите он вроде как накинулся но он почему-то ну его не видно чтобы она что-то изменилось да почему так происходит мы можем применить пока что solidify применить первый бэвл вот и как видите у нас из-за этого бэвла появились вот такие вот места где у нас все равно находятся точки слишком близко что мы делаем shift alt клацаем на вот это близкое место вот тут внизу у нас тоже такие shift alt shift alt вот x dissolve edges и как вы видите бэвл теперь нормально отработал просто потому что мы избавились от точек которые были слишком близко давайте shift он назад вот так вот оттянем тут как мы видим надо прям очень маленькое значение делать иначе она ну слишком резко начинает работать 0 0 5 нет надо еще меньше где-то вот плюс минус вот так вот вот но тем не менее это не все артефакты от которых нам нужно избавиться потому что если вы посмотрите вот здесь вот тут видно вот такие вот полосы и будет лучше видно если мы включим вот данный маткап вот видите вот вроде как ровная 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 а потом полоса вот такая поехала в эту сторону в эту сторону в принципе с этой стороны тоже самое но тут даже лучше это видно вот как нам от этого избавиться в целом все достаточно просто мы нажимаем tab у нас есть вот такая вот огромная не замкнутая скажем так геометрия и нам стоит всего лишь немножечко посоединять точки то есть там посерединке можем соединить вот здесь посерединке можем соединить вот этот уголок можем соединить с чем-то вот таким вот вот и в целом если мы глянем вот остается только вот здесь вот теоретически сейчас мы попробуем еще кое-что сделать и возможно она пропадет давайте пока что просто сделаем это то же самое с этой стороны потом вот эту точку мы там сюда соединим центральную тоже мы возьмем и давайте с какой справа до получается с вот это вот тоже джей вот по соединяли их и что мы можем сделать еще можем сделать вот тут центральную точку соединить с этой центральной так нет она даже вот вызвала в данной ситуации проблемы но сейчас мы можем накинуть модификатор который называется так где он тут edit в этот нормал вот он скажем так не знаю просто все приплюскивает он убирает вот эти артефакты которые возникают ну скажем так на ровном месте буквально да и в целом если мы посмотрим давайте включим еще раз этот маткап который мы включали вот теперь нет уже этих полос которые вот здесь могли бы тянуться то есть вот тут все уже таких проблем нет вот да поэтому собственно это и не вызовет дальнейшем у нас проблемы именно с самим логотипом с отображением материалов на нем и в целом что нам остается добавить самому логотипу мы можем добавить ему subdivision surface но будьте очень аккуратны несмотря на то что здесь маленькое количество вертексов из-за того что они раскиданы достаточно хаотично это может или крашный блендер или просто слишком долго добавлять subdivision поэтому я сейчас его добавил но в целом он сейчас быстро достаточно добавился ну-ка давайте перед в этот нормал так накинем ему ну так как это логотип так как это не какая-то сложная сцена ему накину больше с обдивов ну-ка если после так вот тут я вижу то что есть у меня определенная потянута которая все равно здесь существует давайте попробуем соединить вот здесь так и она пропала и теперь то же самое с этой стороны если так глянуть вроде бы нет вот есть еще вот в этом уголочке которые тоже можно джей соединить так в принципе может быть даже не так может быть даже вот лучше будет как-то так попробуем по-разному здесь такие вот варианты или можно в целом просто взять и control т нажать на тренд тренг триангулирует вот эту всю историю что не сильно удобно для дальнейшей какой-то анимации но тем не менее это такое быстрое решение для таких вещей которые могут вызывать именно проблемы в каком-то конкретном месте то есть вот так делать не надо но просто я сейчас показываю то что можно нажать control т и она в целом возьмет и всю вот эту область вот так вот control т она его все соединит в треугольнике в целом почти никаких проблем не возникнет в некоторых местах все-таки есть тут лучше вот избегать таких вот проблем вот например вот у нас есть вот здесь какая-то штука давайте тут попробуем соединить и вот здесь вот вот и в целом мы избавились в этом месте от этих вот приколов но тут еще есть то есть да вообще в идеале по возможности если есть да как я сказал если есть возможность лучше логотип брать и отрисовывать ну изначально самому потому что тогда это в преимущественном количестве случаев избавит вас от лишних проблем вот то есть теоретически это можно было отрисовать самому но раз это такой достаточно простой логотип которому можно взять и накинуть вот так вот соединение и вы сможете то есть просто делать вот так я сейчас показал вот вот но как я сказал лучше логотипы отрисовывать ну как сказать моделировать да лучше моделировать их изначально самому вот что мы делаем теперь давайте просто уже какую-то сцену разместим то есть мы логотип на расставили далее ему решили определенные проблемы которые зачастую возникают давайте сделаем просто какую-то сценку шейт авто смуз так теперь мы можем логотип взять и разместить вот так вот ровно по вот этому плену конечно можно было его примагнитить но зачем на это тратить время если можно просто так вот разместить хорошо примерно вот с этого ракурса у нас будет камера создаю камеру давайте вот так вот gzz так и плюс минус вот так вот может быть добавим больше focal lens чтобы уменьшить влияние именно перспективное искажение вот хорошо давайте чуть-чуть вот так вот вот так вот я считаю что вот так вот будет идеально что мы можем сделать целом дальше дальше давайте просто как я уже сказал мы работаем именно с логотипом мы хотим его как-то зарендерить там вы уже камеру себе выставите как вам это будет удобно поэтому давайте сейчас добавим освещение будем работать с ариолайтами преимущественно есть силу поставим вот этому ариолайту 4000 перемещу его сюда чуть чуть пониже так и осталось его скопировать давайте его скопируем уменьшим немножко ну и направим плюс-минус на логотип только силу и мы уменьшим до давайте пока что тысячи нет 2000 чуть-чуть чтобы посильнее светило и можно его взять уменьшить и еще чуть ближе просто чтобы сделать этот логотип поярче дальше что дальше мы можем здесь использовать кривые в центре потянуть вниз чтобы сделать чуть более контрастными вот эти вот тени что можно сделать еще на самом деле есть вариант чтобы использовать hdri карту в целом в этом ничего плохого нет вместо того чтобы делать то что я сейчас показываю а давайте пока что какие-то материалы накинем просто чтобы было понятно как это вообще выглядит именно со своими материалами добавляем шейдер точнее вот здесь вот включаем до шейдер идитор выделяем именно наш логотип удаляем старый материал добавляем новый и например трансмиссион выкручиваем чтобы сделать его стеклянным и равна сему 005 чтобы его примут из стекляшки такое сделать и в принципе он уже смотрится достаточно неплохо если его зарендерить и там пост процесс накинуть но можно сделать еще красивее можно взять к примеру добавить solidify еще один вот и сделать ему вот такие вот грани вовнутрь solidify должен быть в конце чтобы сейчас никаких лишних артефактов не возникло так смотрим вот и в принципе у нас такой вот симпатичный стеклянный логотип уже получился что мы можем ему сделать мы можем ему взять изменить цвет во первых сделать его более чистым так во вторых накинуть ему какой-то цвет но по типу вот такого какого-то вот или вообще мы можем взять его сделать стеклянным да давайте они стеклянным металлическим давайте возьмем металлик на максимум равна сему там сделаем 0 4 возьмем фон шифтом выделим наш логотип control l link material вот и уже получается да даже симпатичнее чем со стеклом такое ощущение можно конечно взять там другой цвет выбрать какой вам больше понравится вот например что-то вот такое и в принципе создались уже такие вот симпатичные грани симпатичные тенюшки которые хорошо собственно отрабатывают именно на самом логотипе давайте возьмем попробуем еще как это выглядит с видом спереди так я перейду вид спереди создам камеру чтобы она тоже сразу с видом спереди создалась и вот здесь вот в этой вкладочке вкладочки сцены переключусь на вторую камеру давайте назад вот так вот focal ends можно 80 так еще назад смотрим ну и да но все таки сбоку посимпатичнее было поэтому давайте на вид сбоку так так просто и удали почему-то не переключается в общем да да и получился у нас собственно вот такой вот замечательный как бы рендер с логотипом в целом основные вещи мы разобрали что делать дальше это просто рендер то есть f12 рендерите и потом делаете какую-то пост обработку и в принципе это такая прям база работы с логотипом ну которая включает основные проблемы которые могут возникнуть в процессе вот в целом у меня все спасибо за просмотр видео если у вас остались какие-то мысли какие-то комментарии то пишите их под видео с вами был назарий всем до скорых новых видео всем пока